Добрый день! Записал я ролик про сегодняшнее 65-летие Константина Кинчева, а потом вспомнил, что 25 декабря это не только день рождения лидера Алисов, но и день рождения совершенно замечательного, прекрасного, великого Евгения Маргулиса. Он всего на три года старше Константина Кинчева, а зажигать стал на 10 лет раньше, в 1975 году. Оставлю здесь пару фрагментов из наших различных бесед с моим тезкой. Конечно, он будет журчать на тихом сигнале. Добрый день! В эфире программа «Мимо Нот». Сегодня веду я, Евгений Додолев и Светлана Крылова. А в гостях у нас человек, примитивно которому эпитет культовый будет недостаточный, так же, как и существительная легенда. Это Евгений Маргулис. Спасибо. Спасибо папе с мамой, которые нам подарили легенду. У Додолева неприятное выражение лица. Он вернулся вчера откуда-то из-за границы, нагло, вызывающе загорелый, и мне на него противно смотреть. Поэтому смотреть будем на Светлану, которая из-за данного первого вопроса. Я буду смотреть на Света, а у тебя давать косяки злобные. Евгений Додолев. Света, вопрос. Наша программа называется «Мимо Нот». Но давайте сразу попадем, попробуем попасть в ноты. Вы можете себя охарактеризовать с помощью нот? Ну, например, до, добрый. Но можете как-то по-другому. А си сразу почему-то. Ну, мы можем не во все ноты попадать, мы же не гамма играем. Однако, вот хорошо подготовиться. Ну, давайте добрый. Первая нота «До», ну, бог с ним, добрый. А добрый? Очень. Если ми, это третья, да. Но не му точно. Ми, соль, ля, ну, ля это уже из шансона. Не, ну, я как-то так не могу сразу стремительно. А ре, ре, это революционный, наверное. Вот революционером вы себя ощущали когда-нибудь? Да нет. Никогда? Нет, даже, даже ощущая себе мою конфессию, я не ощущал себя революционером. Да нет. Не, ну, конкретно. Не, ну, что-то мне, естественно, не нравилось, как нормальному человеку. Но так, чтобы подорвать карету с царем, такого у меня не было. Ну, вот раньше музыканты воспринимались, ну, скажем так, те, которые позиционировались как рок-музыканты, как некие все-таки бунтари. Сейчас вот этот вот бунтарский дух, он существует где-нибудь в рэпе у кого-нибудь или музыка просто стала быть семенотьем? Ты знаешь, что нет, а на самом-то деле, конечно же, все молодые бунтари, это понятно. Вот, а к старости, конечно, когда все обрастают там семьями, детьми и прочим, и прочим, они становятся такими относительно добропорядочными буржуа. Вот, а так, конечно, все-все молодые бунтари, ну, что-то. Они не смотрят телевизор, они черпают знания из интернета, в общем, все нормально. То есть, бойцы остались. Вы какие-то ноты еще не охватили из ваших заготовок? Ну, я думала, что Евгений Шулемович вспомнит сам какие-нибудь свои характеристики. Ну, я бы добавила милый. Ну, не дурак, точно. Милый, наверное, да, мы уже проходили. Диезы, бемоли, ну, нафиг, в общем, давайте. А в вашей жизни что, чего больше, диезов или бемоли? Смотря с какой стороны посмотреть. Это вчера, находясь в гостях, я говорил, код подъезда, ребят, которые должны были приехать. И вместо решетки сказал диез, потому что я не знаю слова решетка. И так как они были молоды относительно, они не въехали. И вот я сам не въехал. То есть, поколение такое, поколение Педигрипал и Next. Нет, ну, давайте ограничимся трезвучим. До, ми, что там еще? Саль. Да. В общем, клево. А у нас есть молодежь талантливая на сцене. Я имею в виду, сейчас уже не глобальную индустрию, а значит, ты любишь только западную музыку слушать. Почему? Нет, нет, нет. Я когда был писателем и писал музыкальные рецензии в журнал СВ, я это делал 4 года. Вот, я отслушивал очень много наших артистов. То есть, я брал, естественно, какие-то фирменные альбомы и обязательно один какой-нибудь российский артист. И слушал много, попадалось хорошее. Куда это все делось? Ну, ты понимаешь, проблема в том, что очень много появилось англоязычных команд. У нас. У нас, да. Который ориентирован уже, скажем, на западную индустрию. Но проблема в том, что когда ты начинаешь слушать наши команды, ты представляешь, откуда растут ноги. То есть, на кой хрен мне, я извиняюсь, слово на кой, слушать какой-нибудь радиохэт из города, ну, я не знаю, курган, когда есть радиохэт английский или американский, понимаешь. Скажи, а допустим, вот, ну, там, вы начинали в «Машину времени». Это сразу, хотя, ну, я считаю, что можно считать, что ты тоже начинал, хотя ты не был там прям в первом составе «Машины времени», но у истоков стоял. Это разве не были заимствования все-таки какие-то традиции западных? Это была аутентичная музыка твоя? Конечно, заимствую, да. Значит, это нормально, просто не дело ни в том, что, а как. Ты знаешь, нет, тут несколько другое, потому что мы же слушали западную музыку, и хотелось, естественно, повторить такое, потому что что у нас звучало в то время, ты прекрасно знал. О, да. Смотри, что еще в информации про концерт написано, что это выступление будет не совсем обычным, потому что будут представители разных жанров. Разных национальностей. Мне всегда казалось, что совершенно в разных жанрах ты умеешь работать. Почему вдруг это необычным будет? Ну, ты понимаешь, вот тот концерт, который я играл 7 лет назад. В 2007-м. В 2007-м, это получается сколько? Это 7. 7 лет назад, да. Я тогда экспериментировал с камерным оркестром, меня интересовал сам звук, вот скрипичный вот этой секции. Ну, было прикольно, мы сыграли таких концертов штук 5. Вот, мне хватило, а потом вдруг неожиданно, но уже где-то сейчас, на каком-то из праздников, в Боскаде, Шильедже, Вишневый сад, я увидел оркестр Олега Меньшикова. Слушай, они мне так понравились. Я долго вынашивал план, как с ними что-нибудь придумать. И придумал, и вот как раз вот именно на такую большую площадку я хочу с ними поиграть. Но при этом нового материала не будет. Будет, будет. А будет новый материал? Я написал некоторое количество новых песенок. А не рискованно все-таки вот в концерте исполнять сразу песни, которые еще публика не знает и не будет подпевать? Ты понимаешь, мне, наверное, повезло то, что я пишу хорошие песни. Я думаю, что сразу, наверное, сразу понравится. Я обычно не выкатываю на зрителя то, что не нравится самому мне. То есть я всегда проверяю, как большой ученый на своих близких, на маленьких клубных каких-то историях. Ну, думаю, что... Значит, вообще говоря, не мой тезис, а тезис Пола Маккаркина, что на концертах надо очень дозированно вводить новый материал. Мне кажется, он тоже неплохие песни. Новых песен будет, ну, не больше там трех штук. Ага. Вот такие, чтобы показать. На разогреве будет новый материал или еще? А я, ты знаешь, я пока не знаю. Я пока не знаю, потому что Борислав Струлев дал согласие поиграть. Но мы с ним иногда экспериментируем. Вот. Я иногда выступаю в его концерт. Он великолепный велончелист, великолепнейший просто. И достаточно шебутной человек, пускающийся во всякие авантюрные выступления. Вот. Будет же бокс, которых я очень люблю, и мы тоже что-то с ними делаем. У них 23-го будет день рождения, куда я тоже приглашу гостям. Это от Ветер. 23-го ноября же, да? Да, 23-го ноября. Вот. Они у меня, я у них, в общем... Но они точно не в Крокусе. Нет, они в Крокусе будут. Тоже в Крокусе, да? А где у них концерт будет? Да. По-моему, в «Известиях холл». А, потому что квартиры ты 23-го. Да, я знаю. После тебя будет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».